Преподобный Нил Сорский предупреждает ещё об одном очень важном моменте. Когда человек молится, он стоит на молитве, ну, не знаю, да, лучше сказать, стоит на молитве, потому что насчёт молиться это дело очень уж, да, подозрительно, молится ли он. Но что на молитве стоит, это может быть. И вот он предупреждает и говорит о следующем, что если время молитвы, вдруг приходит гениальная мысль. Слышите? Не знаю, приходило или нет вам. Приходит только. Мне, например, только гениальные мысли приходят, больше никакие. Да. Ничего там страстного нет, абсолютно ничего греховного нет. Наоборот даже, что вы, если сейчас зафиксировать эту мысль, то это будет благо всему человечеству, не меньше. Он предупреждает, что, оказывается, это лукавые мысли. Хотя они и гениальные, как кажется, всё это обман. Да. Опасно подчиняться, потому что за ними, за этими бесстрастными, но принятыми мыслями, оказывается, как за верёвку тянутся. Знаете ли, где-то я видел, сейчас скажу, тянутся, видел картинку однажды, что-то столкнулись машины, и вот из одной машины выходит такой, накачанный, всё, ну, всё, горилла. Так. А из другой выходит какой-то мужичишка, господи, ну, его одним пальцем он прибьёт. А он за собой раз ведёт тигра, и тот в ужасе. Сразу. Так и здесь, оказывается, за этими бесстрастными, кажется, мыслями подчас, если человек поддастся этим вещам, за ними начинаются самые страстные, самые скверные и самые ужасные. Во всех смыслах могут потянуться мысли. А, оказывается, они очень ловко всё построено. Вы не думаете. Как помните, однажды был какой-то анекдот. Впереди идут женщины и дети, а за ними танковая колонна. Так и здесь тоже. Впереди что-то, там что-то такое несущественное, значительное, а за ними что идёт? Предупреждает. В чём, видите, почему их советы, святых, замечательные? Что они все из опыта. Не от головы, не от схоластики, а из опыта. А они увидели, что следует, как следует одно за другим. И предупреждают, оставляют нам этот опыт, который имеет действительно великое значение для каждого человека, хотящего, ну, хоть немножко стать христианином. Хотя бы немножко.